Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную православную передачу «Свет миру». По традиции открывает ее рубрика «Епархиальные вести». В ней вы увидите обзор событий епархиальной жизни уходящей недели. В Христорождественский кафедральный собор Липецка для молитвенного поклонения доставлена икона свидетеля Луки Война Есенецкого и ковчег с частицей его мощей. В 2000 году этот известный во всем мире хирург-архипастер и подвижник был причислен к лику святых. Земная жизнь архиепископа Луки была полна людских страданий, крови и боли. Вот и сегодня он продолжает помогать верующим в тяжелые минуты. Прийти помолиться святому архиеписку Луки и попросить у него исцеления наших немощей. О чем ты просила святеля Луку? Чтобы не болеть. Я не могу словам выразить, но от всей души верую и надеюсь, что он нам поможет. Пусть не сейчас. Я знаю, что наши грехи, они доходят позже, как бы возмездие нам идет. Но бывает так, что, несмотря на наши, казалось бы, усердные молитвы, мы не получаем видимой помощи. И вот уже нам кажется, что этот святой не помог нам. Часто мы о чем-то просим, усердно и долго, и не получаем. Приходим в уныние, в отчаяние, но этим и согрешаем, потому что ни унывать, ни отчаиваться не нужно. Если Господу угодно, чтобы то совершилось, о чем мы просим, это совершится. Если Ему не угодно для нашего спасения, это нам пока еще рано. Они всегда за нас молятся. Мое, конечно, мне правильно, но неправильно я не знаю. Но, опять же, Господь, как говорится, Он мудро все распоряжается. Подать просимый человеку или нет, а может быть, ему это во вред будет. В Липецке православная святыня будет находиться до 12 февраля. Затем у нее можно будет помолиться и в других храмах нашей епархии. Друг друга храните во всем временам, живите в ладу и гармонии, и пусть будет жизнь ваша освещена любовью Пентра и Веронии. Второй год подряд в городской средней школе номер 4 проходит неделя православной культуры. В рамках этого события состоялся литературно-музыкальный вечер. На нем прозвучали стихотворения, песни, посвященные православным праздникам и святым. Клирик Покровского храма Липецкая рей Евгений Осипов рассказал о самом известном святом нашего края, святителе Тихоне Задонском. Самое главное – это пример нашей жизни. Если мы будем примером подражания для детей, то они увидят, что те святые, они, в принципе, вокруг нас все ходят, нас окружают. То есть Тихон Задонский был примером для многих. И вот мы будем, если примером, последуем по стопам вот этого святого человека, то обязательно и дети, вот эту любовь к Христову, они почувствуют своими чистыми сердцами. Может быть, что-то они не поймут своим разумом, а вот сердце им подскажет, обязательно, конечно, мы им привьем вот эти вот христианские ценности. Мы знаем и хотим, чтобы наши дети были добрыми, вели здоровый образ жизни. К нам приходят священники из различных храмов города, и через беседу дети наши познают Слово Божие. По словам отца Евгения, в этой школе священнослужители всегда ждут и взрослые дети. Слово Божие просвещает умы и сердца детей, а вместе с ними к духовному просвещению тянутся и родители. Ведь вполне возможно, что эти дети помогут и родителям найти свою дорогу к храму. Епархиальный отдел по взаимодействию с казачеством сформировался в ноябре прошлого года. Священнослужители этого отдела опекают реестровых и общественных казаков в Липецкой области. Чтобы воплотить на практике эту непростую задачу, проводятся беседы. Есть сегодня много сложностей с пониманием их казачества в том числе. Это не просто вольный казак, это прежде всего православный человек. Об этом мы и говорим с ними сегодня. Это человек, который крещен, это человек, который венчан, это человек, который ходит в храм, исповедуется, причащается, живет жизнью церкви. В Никольском храме города Лебедяний Ирей Михаил Гермалаев совершил обряд венчания казака Василия и Светланы Литовченко. В этом священнодействии супруги соединяются с законом перед Богом и людьми браки. Таинство брака – это таинство, в котором подается благодать. И это сожительство становится благодатным. И тогда эта любовь, она не иссякает со временем, та нить, которая не перетирается всякими житейскими трудностями. А это тот ручеек, который когда-то появился, и как два берега соединенных двух людей. Он становится полноводной рекой, в которой появляются и некие, так сказать, плоды этих совместного жительства, дети. Пожелаем помощи Божией, терпения и семейного благополучия новой православной казачьей семье. Пусть совместный крест супружества приведет их к спасению. Липецкая областная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей уникальна в своем роде. За 50 лет своего существования она вырастила спортсменов, художников и педагогов. Подробнее об этой школе мы расскажем в рубрике «Благовестники». В этом году Липецкая областная специальная коррекционная школа-интерната для слепых и слабовидящих детей исполняется 50 лет. За эти годы ее закончили более тысячи детей-инвалидов по зрению со всей Центральной России. Помимо уроков, в школе организовано более 40 кружков, в которых раскрываются таланты детей. Нет такого ребенка, чтобы у него не было какого-нибудь дарования. Только вот надо найти это дарование, помочь ребенку определиться в своих интересах, желаниях. И для этого в школе есть все-все-все. Многие работы детей из декоративно-прикладного кружка находятся в музеях. Воспитанники школы-интерната мастерят картины из войлока, фигуры из соломы, глины, бумаги, шьют костюмы для выступления, вяжут, вышивают, играют в театре, поют. Занимаюсь в музыкальной школе, заканчиваю в этом году музыкальную школу. Занимаюсь в куколе в театре «Петрушка», руководитель Ефима Елена Васильевна. Хожу на балалайку, на ложках. А еще слабовидящие слепые дети очень любят читать. В библиотеке есть специальное оборудование для чтения книг. Есть здесь и книги со шрифтом Брайля, педагога в детстве потерявшего зрение. Новая встреча со старыми друзьями ждет вас на страницах наших книг. Читают воспитанники школы-интерната и книги о Боге и святых охрамах. Ребята более осмысленно начинают относиться к себе, особенно по мере того, как они взрослеют. Задумываются над собой, над своим предназначением. Мы этому уделяем очень большое внимание и стараемся направить и уроки, и внеклассные мероприятия именно на формирование духовной составляющей. И в первую очередь, конечно, на формирование такого, на мой взгляд, очень важного качества, как служение. Служение другим, служение Богу, служение Отечеству, служение близким. В школе-интернате обучаются дети с трех лет. Из-за отсутствия зрения слепым тяжело ориентироваться в окружающем мире. И многие чувствуют себя совершенно беспомощными и одинокими. Глядя на детей с серьезными заболеваниями, люди задумываются, за что они страдают. Неужели их родители так сильно нагрешили? Не все болезни детей обусловлены, во-первых, их грехами, а точнее, они даже не обусловлены. И не всегда даже обусловлены грехами родителей. Пример этому мы видим слепорожденного, когда спрашивали, кто согрешил он или родители его. Но, как Христос сказал, не он, не родители его, но доявятся на нем дела славы Божьей. Это может быть именно для чего-то, для какого-то замысла Божия об этом человеке. Возможно, что этот человек может спастись только в этом качестве и не в каком другом. Поэтому сложно испытывать пути Божии касательно данного человека, какого-либо заболевания. Очень сложно. В школе-интернате ребенку дают возможность почувствовать себя полноценным человеком. Его учат ходить, обучают счету. В школе есть специальная сенсорная комната, где ребенок может научиться двигаться и развить мелкую моторику. Ручки, ножки, вот, ровненькую какая. Давай я сюда, давай я сюда. Спасибо. Страхов нет, а если они есть у кого-то, это только при поступлении либо в школу, либо в наш детский сад. Страхов быть не должно, и их практически потом и не бывает по истечении какого-то срока педагогической деятельности. В школе-интернате дети занимаются также спортом. Сейчас в спортзале тренируются чемпионки России по голболу в категории до 16 лет. А эта маленькая девочка за один учебный год научилась бегу и уже имеет награды. Каждый ребенок в нашей школе заслуживает такого уважения, потому что за плечами у каждого столько горя, столько испытаний уже выпало на эти маленькие сердца и души. Но ребятишки наши, они вот с честью выходят из всех ситуаций и сохраняют необыкновенный оптимизм и жизнерадостность. А наша задача создать в школе именно такую обстановку, чтобы было учиться, жить, развиваться радостно, чтобы у каждого был успех. В школе-интернате сироты живут вместе с детьми, у которых есть родители, благодаря чему они приобретают навыки общения и семейные ценности. Еженедельно в школе проходят уроки православия, которые посещают все желающие. Сегодня учитель воскресной школы на образе цветов рассказывает детям о красоте Божьего мира, о добре и смирении. Детям сообщают, что самое главное в жизни это стремиться к царству Божию, это спастись здесь на земле, это верить в Бога. А как следствие этого, такая бытовая сторона, жизненная сторона, эти дети становятся лучше. Конечно же, результат не так заметен, чтобы вот он сходил на молебен там или помолился, пришел и через 3-4 посещения он стал другим человеком. Нет, этот результат заметен через годы. Несколько лет назад директор школы Игорь Батещев взял благословение архиепископа Липецкого Елецкого Никона на создание на территории интерната уникального домового храма с объемными иконами. Храм должен быть, где люди, там должен быть храм. Поэтому здесь очень много обучается у нас 570 детей и дети-инвалиды, поэтому надеяться на то, что помимо медиков и Бог будет помочь. Значит, вот этот недух, они как-то вместе его вылечат. Здесь обучаются дети-инвалиды по зрению, то есть не каждый видит лик Христа, той же иконы. Мы решили, что надо сделать так, чтобы он мог ощутить пальчиками. После занятий клирик Христорождественского собора Липецка Иерей Сергий Гришанов совершает молебен великомученику и целителю Пантелеймону, святому в честь которого была освящена домовая церковь школы-интерната, а также рассказывает детям о Боге. Я им постоянно стараюсь говорить о важности межличностного христианского обращения друг с другом, чтобы они меньше обзывались, меньше больно делали друг друга. Это очень важно, особенно в таком коллективе. И мне думается, что они в этом плане добрее становятся. Стараюсь быть доступным для них. Какие-то жизненные примеры привожу из окружающей жизни. Пытаюсь, по крайней мере. Наверное, не всегда получается, но пытаюсь. В храме как-то помогает. Когда вот ложишься спать, даже, кстати, очень на ночь хорошо. Про всяких святых, про богомольцев рассказывают. И еще мне нравится, что там молебень проходит. На молебнах дети с удовольствием поют молитвы. Поют, как умеют, но всегда от чистого сердца, потому что знают, что в это время они произносят не просто слова, а обращаются к Богу. Мы можем разговаривать с Богом. Когда я молюсь, я с ним разговариваю, я у него прошу, чтобы я хорошо учился, чтобы я здоровым был, умным и не болел никогда. Когда вот что-то попросить, вот исполнится. Если вот, конечно, попросить нормально, а не просто с криками там. Если ты видишь Бога, молитва читаешь, и Он тебе помогает Богу, что ты хочешь, Он помогает, как здоровье дает учиться, что ты не болел. Ну, все самое лучшее. Когда мы молимся особенно, я у него прошу побольше здоровья, терпения, вот, чтобы мне все везде видело, чтобы со мной никогда ничего не случалось. Вот. Ну, а так Бог меня слышит, и я его слышу. Детей из этой школы-интерната отличает умение радоваться каждому маленькому событию, которое с ними происходит. Они всю жизнь понемногу изучают окружающий мир и совершают открытия. Наши дети – самые обыкновенные дети, но они чуточку отличаются от остальных, капельку, они добрее. Почти каждый выпускник Липецкой школы-интерната для слепых и слабовидящих детей – специалист в своей области. За их плечами – покорение Эвереста, создание собственных творческих объединений, победы в разных конкурсах и фестивалях, а самое главное – стремление к жизни. В рубрике «Тебе поем» смотрите музыкальный клип «С любовью нежно смотришь ты». Песню на стихи про Терея Геннадия Рязанцева и музыку Владимира Прокопова поет студентка Липецкого государственного педагогического университета Анастасия Фетисова. С любовью нежно смотришь ты на свое чадо дорогое, Твой лик исполнен красоты Вселенской грусти и покоя В своей судьбе невольно ты, Но сладостна тебе неволя Зачем в лесах цветут цветы И волга поет на поле Зачем ложится белый снег На время согревая землю Зачем родится человек, Который жизни не приемлем С огромной верой смотришь ты На жизнь, исполненную силой Спустится ли ангел с высоты, Чтоб камень отвалить с могилы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Та-на-на-та, та-на-на-на-на-на С любовью нежно смотришь ты На свое чадо дорогое Твой лик исполни красоты Вселенской грусти и покоя Наша передача подошла к концу Смотрите ее также в интернете На официальном сайте Липецкой и Лецкой епархии Божьей помощи вам До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова